мы дождались этого момента сейчас сейчас утро всем кто в записи смотрит утро субботы 2015 год кажется 19 декабря и ну я приветствую всех кто это смотрит приветствую тех кто смотрит прямом эфире конечно же после достаточно продолжительных попыток запустить игру в течение наверное минут 20 китайский варкрафт он все таки имеет какую-то свою специфику иконки какие-то дабл клик от ничего себе сейчас мы будем смотреть второй полуфинал нижней сетки лоулит против против инфи конечно же написано же все на экране слева инфи ноль справа лоулит ноль играют они до двух побед проигравший соответственно левает вардэночка йо джон йо его зовут оказывается вардэночка какой хороший герой какой сложный какой интересный уважаю я конечно ее уважаю за все ну на карте их вайлз варя тоже чувствует себя как как рыба в воде по двум причинам первая причина конечно же это возможность быстро и практически на халяву получить второй левел ну а то и третий если прям цель поставишь это конечно приводит к тому что противник тоже крепится но надо чем-то жертвовать ну и второй момент чем эта карта хороша это тем что она маленькая и если нужно там убивать о сразу подрезает приста один даггер и все минус приезд это может быть он даже не ожидал что там там варя будет что на такую халяву ой лесом добил лесом добил сейчас кобальта да 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 геомантера так и есть ошибаются ошибаются что один что 2 пока что если папа терял из-за того что ой как хорошо блочит футмен да там умрет же фут уже точно умрет странно а тут выпадает там амулет маны кстати эльф то еще ничего не выпал он не докрепил лагерь наемников и это странно странно что он идет сейчас не добив этот лагерь наемников куда-то куда-то в бой зачем еще постоял на месте такой думает блин идти не идти идти не идти побежал странно странно почему он бежит сразу на эксп еще до того момента как сюда придет ставить базу инфи прячется у маутен кинга огромное количество молотков вот в этом самая главная проблема то есть когда тебе выпадает амулет маны ты из маутен кингов которые кидают только три болта превращается в мк который кидает пять болтов то есть вот собственно такая разница в один девайс господи я-я-я-я-я в шоке просто от того что произошло варя решила тупо ну нет ничего не ловить на xp и вернулась вернулась на ту точку которую оставил ради того чтобы прийти шок то есть любой из вариантов ну типа тупо продолжить крепится дальше или там побежать например хотя не знаю куда еще можно побежать даже если он побежал сразу же с точки куда-то к противнику даже если крепится или просто харассить на мэйн было бы лучше чем просто бегать по центру хотя бы какой-то результат принесло продакшн таба нет great на второе дерево делается инфи ставит экспант без каких-либо вообще проблем то есть никакого харасса никаких мертвых рабочих шесть болтов если там нет маны на моноберн шесть на 75 450 регенится тупо а да да реген еще надо учитывать ну надо еще учитывать уровень маутен кинга потому что все таки у первого м кида 3 болта у 3 м кида на три с половиной ну и плюс естественно мана реген есть еще несколько факторов которые могут повлиять там 435 в данный момент у него монопол нужно 450 для шести молотков 1 1 xp не хватает что хантрессы хантрессы это вообще расходный материал особенно против а сейчас просто минус тп будет здрасте у него блин или ножи скорее всего ножи тп 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 а нет блин возможно он даже не вкачал ножи до последнего момента такое бывает типа что выбрать что полезней все все плохо лоулит я не знаю как он здесь собирается выигрывать него экономика хуже герой немного проигрывает по крайней мере по девайсам до демон хантер это хорошая тема это как играл тоже ну как раз да для того чтобы появилась против против им ких какая-то контра то есть во первых у него появляется цель которая более приоритетно чем барден ну вот и такое ну как так ну то есть когда мк встречает двух героев барден и диму он с одной стороны понимает что по варден стрелять ну типа выгодно потому что она опасней 3 3 уровень против первого уровня там ножи ножек опасным с другой стороны если он кинет молоток в варден то дима и раньше за моно бёрнет и скорее всего он больше будет бёрнет то есть у него то хп не отнимутся поэтому дима вторым героем даже несмотря на то что он как бы молодой с первым с первым левелом он очень сильно помогает против им кип варя не не потом не получится конечно вот это хорошо можно попробовать убить роля нет там идет установка экспанда так можно было классно инфи классно по мелочи ничего сверхъестественного но игра и значительно четче чем лоулит база ставится с колоссальным отставанием тролля моноберна 27 вот только-только сейчас мк отстрелялся представляете сколько времени прошло дерево срубают свиток интересно но идет нарезка потихонечку в любом случае время для для инфи то то время которое он выигрывает о а кто телепортируется ничего себе это мк решил просто быстрее телепортироваться для того чтобы и быстрее добить и главное футменов за сейвить снова нужно ставить базу сейчас лоулиту третий тир третий пока не нужен против кого и сейчас если вот был была бы возможность посмотреть количество добытых ресурсов как-то старка сейчас кстати подлагивает игра такое бывает сори трансляция точнее мы бы видели ну не двухкратный естественно превосходство потому что первые там две минуты экспанда не было но учитывая то что уже прошло где-то 7 минут игрового времени и не было никакого обкипа преимущество там инфи по экспу ну ладно там еще эксп с пар билдом делается полторы минуты короче он где-то 2 косаря на данный момент уже добыл больше можно на шахту тыкнуть и посмотреть и более того еще где-то две минуты база не будет работать то есть это еще полторашечка не они смогут конечно нет с очень очень странно и типа ты реально верили что отменят сейчас два футмена мк x который наполовину достроился great mt3 ну можно конечно тут еще не фатальная ситуация очень сложная для эльфа безусловно но в этом и прелесть своеобразная эхуайлз она заключается в том что если каким-то удивительным образом ты отобьешься от этой атаки который придет на лимите 70 на лимите 80 и отобьешься например то 2 атаки у тебя там меньше лимита у него хороший лимит он как правило там застройка приходит рифлы вон застряли например каким-то образом ты из-за совокупности факторов умудришься отбиться то чем дальше тем все будет хуже для инфи потому что у него база раньше у него на раньше закончится а ты рано или поздно эти деньги которые не добыл в начале сможешь добыть в конце игры и это будет фатально ой pretty good times конечно нет конечно нет талисманов и выжим талисманов vision который дает диме до 4 лавила только 5 процентный бонус по вероятности увернуться от вражеского удара при том что дима главный урон получает как правило от всяких молотков медведи готовятся вот здесь бы хорошо еще строить древо ветров практически по дефолту потому что во первых атака хубана она идет но на дифон такая обычная к ним готовится как правило это там с ментами кастер и марти тиры урифлы или брейкеры то есть ты знаешь где будешь сражаться ты знаешь приблизительно против кого ты будешь сражаться и о хорошо попытка отвлечь это то что нужно как раз для того чтобы не понял ты не офигел если у случайно друг 7 секунд так хается просто и все и минус мк а зачем он это сделал я не понял где где минус тп да еще очень странный мув то есть он решил выиграть варя варя пыталась видимо нет не могла она пытаться мку поймать хотя с инвулом она могла это сделать ну что мк телепортируется тп у него нет инвулу у него нет у него где-то 120 хитов варя старым ножом и с семисекундом инвулу в принципе на убийство тянет ну то есть она могла бы там кинуть ножик нанести пару ударов и избежать урона под инвулу да давай не жалей не жалей кинжалов нет маны на кинжалы вот чем больше времени час эльф выигрывает тем выше вероятность что он отобьется потому что сейчас у него уже давай баш еще что прав нет сейчас уже базар добывает сейчас уже пошел доход такой же как у хумана но посмотрите на разницу по лимиту 80 на где-то там 50 9 60 57 57 сему нужно доделать нишек там great дождаться кстати опасно еще с момент два скрала взял флэр дурында такой это вообще я не могу бывает бывает это гг кстати это грубая ошибка либо ты в таверне выкупаешь либо ты не сражаешься с варькой в таверне выкупит какие бешеные деньги нужно сейчас за отдать как за двух медведей он даже не успеет короче забей все вот одна ошибка сейчас у эльфа и так обидно можно даже не уходить отсюда перегруппироваться и третью базу строить здесь а чего вы эти вышки есть что не так где есть вышки там можно сделать базу народная альянсовская мудрость нет выше без базы и там до вражеского мэйна удобно ходить мортиром особенно там экран прошел уже думал в элла стреляешь да да это было круто база безвышек деньги на ветер он и так давно проиграл ничего не сделать экспо это провал нет нет не согласен там еще шансы были но данный момент преимущество сверх 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 высокая огромная оф эрик прилетает давай вешайся варя залетает пытаются мортир подрезать но мортиру уже больше мортир больше чем дриад медведи все заливаются ну неплохо блин да ладно еще здесь можно вытащить может убить тимку баш ой можно успеть можно успеть ну а вот это интересно никто не ожидал а как так получилось вообще как 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 там было позиция была хреновая я в шоке просто я в шоке не ну сейчас реальные шансы появляются на победу да у него по-прежнему нет экспанда да у него по-прежнему 55 лимита против скорее всего 70 и изи 80 74 но это такой удар сейчас был по по я даже не знаю почему тут по адекватности ситуации так скажем по по самооценке хумана потому что ты приходишь тебя 80 ты убиваешь дриаду сносишь вышку ты просто хозяин хозяин всего тебя больше позиция лучше и ты проигрываешь где логика вообще непонятно и герои по уровню были сопоставимые то есть там четвертый мк против четвертый варден третий архмак со вторым близзардом против третьего демон хантера я вот не пойму куда вот куда сейчас эльф например лезет не надо не надо покупать свитки все все забей на карте больше никаких точек с нейтральными не осталось насколько я вижу только разве что зеленая точка на самом самом верху да варденка то выкупила свитки но здесь же ситуация не совсем та как с пандой то есть да свитки в любом случае нужны потому что спалбрейкер и там ну там там идет распределение дэмэджи да и фэрик тоже аое по кастерам вот а понял варден действительно магазин шла для того чтобы выкупить свитки она выкупила эти два свитка но может быть да кстати свитки свое внесли и возможно кстати мы еще грейда упустили может быть там рифлы нулевые хотя какие нулевые там 20 должны быть рифлы ну и какие медведи надо посмотреть закупает вышки очень хороший тайминг сейчас очень хороший тайминг атаки у инфи там как раз шахта прикопалась менты побежали с мэйна сколько сколько у нас лимит это 70 очень неплохо очень очень хорошая позиция и очень неплохой лимит так пошли фэрики вешает вешает фэриков у эмки вообще нет нет маны 50 моноберн к блин каркмагу стенка на стенку свиток читает великолепно на всех просто на всех читает свиток инфи телепертируйте вот реально это психо вот про не это сражение а прошлое было такой серьезной психологической еще победой потому что потому что ну ситуация была не очень адекватная со стороны и видимо тоже инфи не понял вообще как так произошло потому что сейчас он уже реально начинает перестраховываться боится того ну да боится продолжать дальше бой как только видишь что есть какие-то там сигналы знаки что что-то может пойти не так вот и там можно было двух медведей добить например или этом как-то попробовать похитон дранить у него свиток был в конце концов еще второй но он решил что да ну его нафиг но чем дальше тем хуже для хумана потому что нычка работает опять же лимиты уже выровнялись практически 81 на 74 грыды действительно 20 а медведи нулевые вообще полный ноль получает моноберным к не успевает нет кидает молоток сейчас еще один монобер настой и все и закончилось стенка медведя на стенку ополченцев это не совсем честно не хватает сейчас свитка мк получает пятый левел свиток отличный от инфи медведя тем не менее идут вперед в арден очень бита сейчас можно молоток сделать инвол от варден ножик кидает медведь пытается найти способ добежать до варден сделать инвол сейчас эти можно вот такие вот блинк великолепный вот это да но с другой стороны медведей очень 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 красные герои эльфа тоже красные что же делать что же делать телепортируется телепортируется лоулит спасает безумное количество медведей главное успеть вернуться до того как придет сюда инфи и разрушит эксп свиток берет протекшн берет да может быть все таки тп сюда сделать просто сверху может он специально там лечиться ждет чтобы что просто на голову упасть нет 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 может успеет да успевает добежать 76 лимита вот эта игра вот это мотивация что-то у игроков серьезно неужели сто девять тысяч долларов так так заставляют китайцев и корейцев сверх усилия прилагать тониет так идет атака идет атака вешаются феррики опять очень хорошая позиция сорочки прям сплэш получают раз-два ой баш там был варя убегает на 50 хитах дима 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 пятый наверху вышки отменяются божиш ты мой молоток сейчас будет в диму молоток летает сзадиари приходит вообще такая аркада безумным количеством хп очень все красное оба героя на ладом дышит ваааа уже с шепшп очень мало хп у маунтон кинга архмагу делают монобёрн возвращается варя 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 блин ооо инвул передал инвул но подытом каааа господи боже мой как я жалею что у меня 7 утра я орать не могу и минус архмат ёпреса те и инвул на 19 хитов ааааааааааааааааа Такой сумасшедший контроль. Какие нужно иметь стальные нервы, чтобы возвращать героя с 50 хп в бой. И даже несмотря на то, что у героя там есть блинка, типа она может уйти против там, зная, что там есть герой, который ваншотнит тебя 100%. Да даже две тычки какие-то шальные там от Архмага тебя тоже убивают. Но он специально не увел, держал, наносил вот эти вот удары периодически из-под тяжка. И когда понадобилось нанести решающий удар по Маутон Кингу и Архмагу, Варден тоже была рядом. И это было очень круто. Очень круто. Это уровень. А сейчас... Сейчас все... Все... А что, подождите, а сколько у нас лимита? 60 на 50? Акип, восстановление героев. А, ну, сейчас, в общем-то, очень много времени у Лоулета. Просто потому, что он знает, что там минус два героя, и это минуты полторы, если он в таверне выкупает. О, в таверне выкупил одного. Да. А здесь осталось 600 голды, а здесь тысячи просто. Девять косарей. Представляете, какая разница по ресурсам? Это вот то золото, которое уже было добыто и было потрачено в армию со стороны инфи, и от которого вот... Которое было потрачено инфи, от которого Лоулет отбивался. То есть убивал вот весь этот лимит, вот эту огромную разницу. С ума сойти. Просто... Невероятная игра. Шок. Ладно, хорошо. Сейчас будет последняя атака от инфи. Ему больше нечего делать. Реально. Он должен атаковать. Другой такой возможности не будет, в принципе, в этой игре. И... Дерево сюда подтянулось. Уже медведи идут. 62 лимита против 65. Один хилл скролл. Если он каким-то образом получит шестой левел. Ох, Виспы еще рядышком. Решительнее нужно. О, дерево выкопалось. А, там два дерева. Деревья тоже в атаку, смотрите. Молоток Амшой ловит великолепно. Да, да. Причем он поймал молоток на такой дистанции, небольшой. Все, минус МК. Да, да, без проблем. Там маны у него нет все равно. Да. Шестой уровень, ультимейт, гуд гейм. Это действительно чудо какое-то. Эльф совершил маленькое чудо. Он отыграл начало абсолютно провально. То есть, от криппинга до попыток безуспешных поставить эксп. Получил колоссальное отставание по экономике. Получил абсолютно неигровую ситуацию себе. Разрыв по лимиту безумный. Из серии 80 на 56 на 57. Там вроде как-то так было. И, на удивление, первую битву провел кое-как отбился. Кое-как отбился. И каждое следующее сражение было все увереннее и увереннее. Чуть больше лимит остановилось. И инфи начинал бояться уже, опасаться противника. Потому что первое сражение было действительно каким-то переворотным. Ну и в конце концов, там, третья битва, было вообще, насколько я понимаю, 4 битвы. Если бы... Большие, крупные битвы 4. Если считать последнюю. Третья была великая, самая классная. Когда красный герой, когда... Все настолько близко. Удар один, плюс-минус один удар, и герой умирает. Но все равно эльф продолжает давить, нападать. Красный Дима, красный Архмаг. Передается Инвул. Но у Эмки проблемы. Варька блинкуется. В общем... Да. А какой поворот был, когда Варя зашла, в магазин купила два свитка, гуфнулась и минус эксп. Все. Вот это вообще просто похороны. Похороны эльфа. 80 лимита там на 54, две базы на одну. Или там как-то... Не-не-не, там было... Не 54, там было ближе к 60. Ну, было 4-5 дриад, которые отбегали. Вот это первое сражение. Переворотное. И где-то 5 медведей. Плюс два героя. И один феррик еще был. И вот эта толпа развалила 80. Доброе утро, контролл Ирк. Доброе утро, чатик. С интересной игры началась сегодняшняя трансляция. И это еще не все, естественно, это только начало. МК заходил в бой без инвиза, постоянно моноберн ловил. Это да. О, показывают местных болельщиков, китайцев. Миша, мне кажется, или цвет плеера светлее стал. А у тебя случайно браузер не опера? Хромчик. Нет, тебе кажется. Чарчилл говорит, я сплю, что ли, или умер уже? В 8 утра турнир по Варкрафту третьему. Так а во сколько проводить турнир, если разница с Китаем? 5 часов. Ну, а Варкрафт, да, Варкрафт жив, оказывается, видите? Призовой, 109 тысяч баксов. Ну, это неплохо. На ВЦГ не было таких денег в свое время. Ни на одном из ВЦГ не было такого призового. Кажется, самый максимальный, который был в лучшие времена по Старкрафту и по Варкрафту, был то ли 30, то ли 50 тысяч. Я не знаю, что это было. Какая-то вопрос. Я знаю. Ждем начало второй карты. У них были определенные проблемы при старте. Надеюсь, что сейчас задержек серьезных не будет. Боннивур говорит развести кастеров, расплететь, снять автоказ, 20 кликов, повести феррика, 2 клика, баланс. Боннивур, не рановато ли рассуждать о балансе? Ты не так давно из Лола вернулся. Не, ну действительно, чего там? Реально, построил, как бы нажал одну кнопку и улыбаешься, а человек парится. Почему нельзя сделать так, чтобы и он не парился, и ты не парился? В Лоле полный баланс. Полный баланс звучит как полный баланс. Наверное, в этом и смысл, да? Мема какого-то. Я буду спрашивать. Да, сделаю так. Если это настоящий игрок, то это Террина Стэн. Что-что, что там за карта? Какая-какая... Прослушал я, к сожалению, какую карту пикнул инфи. Комментаторы, кстати, да, видите, у них с прической все хорошо, и пиджачки. Надо, естественно, дать должное. Тем более, мы рестримим, собственно, с англоязычных коллег, которые на месте проведения. Там могли быть мы, могли быть, нас приглашали, но в последний момент все сорвалось. Не с нашей стороны. Что? А, Терринас. Просто Террина Стэнд. Терринас. О, Терринас, сейчас будут залеты на дирижабли, ставь дирижабли с вардунками внутри. Да, да, кстати, это интересная фишка. Скажи, а при каком событии ты тоже оденешь костюм и будешь прилизан? Зачем? Во-первых, у меня нет в кадре, для начала. Если кто не заметил, из этих двух людей у нас... Эй, не надо рестрим, слышишь? Игра останавливается, потому что они не в игре. Но мы можем к тэду заскочить в любом случае. Я просто убежусь в том, что... Либо будет регейм, либо не будет его. И... Тут мне не сложно это сделать. Миш, кстати, нельзя экстрим на гудгейм воткнуть. У нас, кажется, нет вообще интеграции со Азубу, потому что на Азубу стримит очень небольшое количество стримеров СНГшных, русскоязычных. Пилить интеграцию с стрим-сервисом, левым которым, ну там, под турнир, под один ивент, это не очень правильно. В Китае еще можешь найти 5 верстальщиков по цене, которые вы ищете сейчас. Уверен, что это возможно. Но... Зачем? Зачем? Пытается помочь китайцам с... Все. Там просто у них какой-то специальный клиент китайский. Ты открываешь его, наверняка там ни одного английского слова нет. Все в иероглифах. Куда жать, что это значит? В этом клиенте, говорят, можно смотреть игры, как в Ах-ТВ. Вот это да. Вот это очень хорошо, конечно. Близзард Про поддержал канал на сумму 100 рублей, сообщает. Да, мне шутки и не до шутки, стрим ведет шестые сутки. Спасибо. Третьи сутки. Ну, вообще, последние три дня, конечно, насыщенные в плане стримов там. Либо ВЦА плюс Дивинити, ВЦА меняемся к лучшему, и сегодня опять ВЦА плюс Дивинити, кажется, будет. Да не кажется, а точно. Куда ж деваться-то? Придется, придется смотреть интересный Варкрафт. Придется играть в интересную игру. Тяжелая жизнь. Давайте я пожалуюсь вам на нее. О, игра началась. Да езжешь. Теренас. Теренас. Эй, верни квадратный Варкрафт православный. Отличный продакшн у нас такой же. Справа можно было еще убрать порядка 10 пикселей. Ты забыл про трансляцию по Звездным Войнам, говорит Петр. Да, да. В общем, сейчас по логике у инфи должна быть вообще жесткая минус-мораль. Потому что прошлая игра в несколько этапов уходила из-под его контроля. Победа утекала сквозь пальцы, если так можно сказать. И он с этим ничего не смог поделать. То есть у него были попытки, он это осознавал. Процесс был длительным, но он не смог ему воспрепятствовать как-то. И, кстати, а может быть, может вообще застроить его нафиг с таким бараком? Диким. То есть оставить рабочего, убедиться в том, что он выкапывается. Прийти и застроить. Ой, ферму ставит! Хорошо! Он допускает, что это возможно. Давай, 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 давай. А чего? Это же классик вообще. Был бы Бигман, увидел вот, что вот такая хрень и барак выкопался после первого арчи. Приходит застраивать, изи. Они про Росбрейнкап говорили, говорит Эльдар. Кого ты слушаешь? Вот. Окей, хорошо. Пошел Крипится. Давай, 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 давай. Давай. Побежал. Куда Крипится? Давай, застрой его, застрой. Это будет такой камбэк классный. Не надо на лагерь наемников. Ты умеешь застраивать. Да, он бежит застраивать. Да. За халяву наказать. Комментаторы не понимают. Что такое? Как? О! 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 Ничего себе! Ну, посмотрим, как получится. Ай! О, стрелорунный браслет еще! Вообще отлично! Добил еще! Ху-ху! И минус Арча. Все, ГГ. То есть, если сейчас не зафейлить, это ГГ просто. Сейчас еще минус Барак сделать. И даже телепорт не надо. Ну, хотя... Убиваем Барак. Вот и все. У него нет Барака. У него нет... А все, знаете, кто молодец? Кто молодец? Молодец строитель фермы, который показал, во-первых, что будет за криппинг, и что он действительно как бы начинается. Да, забей. Просто вышка одна, вышка вторая, вышка третья. Надо ближе уже ставиться. Да, ламбер-милла у него, кстати, нет, что настораживает. Там Висп палил все это. Ну, Висп был на мосту, я понимаю, но как бы, когда ты выкопал барак и пошел криппиться, если ты начал криппинг, то уже выйти из этого состояния сложновато. Идет первая арча, пытается тут вариша что-то подбить. Новые вышки. Ламбер-милл, я вижу, делается на мэнью у инфи. За наглость нужно наказывать. То есть, если эльфы обнаглели до какой-то степени, что играют через там один барак на дуэльной карте и крипят сразу эксп с этим бараком, конечно же, надо что-то предпринять. Магическая вышка. Просто мастхэв. Три барака. Ну, все это убивается застройкой. То есть, гвардовские вышки и все. То есть, движение вперед. Но гвардовских вышек нет. Увы. Поварьи магические вышки не достают. Ох, сейчас инфи затянет. Да мало вышек. Да ладно, Джей Пачинка, ты что ты... Капец. Где вообще... Потренировали бы застройку, матчи 20-30 бы сыграли, чтобы таких тем не было. Что на руках денег на три вышки, а как бы ни одной гвардовской нет. Что на автопочинку рабочих не ставят. Я в шоке. Сейчас он еще из этой игры выберется. Капец. Да зачем дефенс? Господи, инфи, это такой провал. Во-первых, какие грубые ошибки. Не надо ставить далеко вышки, когда у человека нет ничего, кроме строящихся бараков. Второй. Больше одной магической вышки делать не надо. Этого хватит. Одной вышки хватает. Рабочих поставить на автопочинку, чтобы даже если у тебя нет... Ну, если ты завтыкал, если ты пропустил момент, когда нужно вычинивать вышку, чтобы рабочие сами просто первого же дамага начинали стучать. То есть он реально не смог... Он не смог застроить человека без АОВов, сбитым героем, без Арчей еще. Это нонсенс просто. Нонсенс. Это топовый китайский хумен. Какой-то бред. О, хорошо. Нет, плохо. Не окружил, к сожалению, Варьку. Ну, там просветка была, кстати. Была просветка. Если покружил, то была минус вторая Варя. Хотя, может, и не минус вторая Варя. Мы же не знаем, взял он блинк или не взял блинк. Криппинг отличный. Нычку инфа поставил. Игра переходит в совсем другое русло. Ну, все не так плохо для инфи. Совсем неплохо. Варя. Варя. Очень рискует она. Очень рискует. Опасно было. Во-первых, она блинканулась не сразу. Во-вторых, все равно можно тут очень хорошо сыграть еще у инфи. Потому что там ты один, экспанда нет. Лечиться варю непонятно где. Не, слишком много котов. Тут нельзя оставаться футменом. Дефенс не спасает от... Да-да-да, хила нет. Ей крайне сложно. Тут надо выбирать. Тыкать стедуай или не тыкать. Возможно, взять просто престов в лагерях наемников. У него внизу строится... Кстати, внизу у него может даже нычка строится, а не барак. Правда, далековато для базы. Побежали, побежали, побежали. Так, 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 так. Да, он боится, что просто здесь будет... Оооо, иллюзии и свиток протекшену. А забежать крайне сложно в такую застройку. Хотя можно... Ой, хороший блинк, ножи! Надо орчами расстреливать вышки. Свиток отличный. Вот очень хорошо, что... И менты сзади, классная позиция. Классно, классно, классно. Сейчас еще ножи по КД. Неплохо. Но время работает на инфе. То есть база работает, инком есть. Хотя жертвы весьма серьезные со стороны рабочего населения. Главный вопрос, на который эльф должен ответить сейчас, это ставить ли базу или делать грейт на Т2. Может быть, найти даже какой-то компромисс, потому что на Тиринасе он тоже возможен. Логика следующая. Архмаг постепенно будет получать левел. Хантресы все... Чем дальше, да, он делает грейт на Т2. Чем дальше, тем... Менее они будут эффективны против того же самого Архмага. И чтобы законтрить элементали, есть, собственно, у эльфа Виспы или Дриады. Дриад на Т1 нет, поэтому нужно делать апгрейт. С другой стороны, если ты делаешь апгрейт, то это деньги, грубо говоря, на технологии, да, которые окупятся через... Ну, это даже не окупятся они, они... Как бы это сказать там... Они у тебя временно инициативу убирают. То есть ты вложил деньги, и пока ничего не произошло. Произойдете там через 2-3 минуты. А при этом у противника экспант. То есть чем больше ты времени теряешь, тем увеличивается разница в количестве добытых ресурсов. Поэтому порой очень сложно принять правильное решение. 50 лимитов, свиток. Т2 бы еще пригодился ради второго героя. Хотя не факт. Тут можно и соло играть. Да, добавляются катапульты. Катапульты и Дриады. Это точно не эксп. Это будет пуш с одной базы в ближайшие там минут 5 точно. То есть он сделает лорницы на Т2. или одну лорницу даже для того, чтобы не вкладываться сильно. О, инвиз. Опа! Арчей начинает подрезать. А, не, не Арчей. Да. Катапульты нашел. Кстати, зепплин это хорошая тема. Чтобы спасать катапульты, ну и мобильность им увеличивать. После того, как будет сделан грейд на Т2, необходимо в первую очередь заказать, ну, кроме лорницы, естественно, заказать еще апгрейд. Ой, дотер. Добил своего фута. При том, что по нему б... Ай, Арчи, Арчи! Арчи штрафуются. Ну, там... Пощадил. Пытается расшатывать сейчас инфи. Он понимает, что, опять же, чем дольше он оттягивает атаку противника, тем лучше. О, можно даже зепплин купить. У него там денег валом. Шреддер. Шреддер хорош. Шреддер хорош. Если контролить... Там Арчи не так много. Можно даже вырубить вот этих вот красненьких Арчи. А потом Дирижабль начнет удивлять. Вышек много. Голема подрезает. Арчи отстреливают неплохо, пока не наделались вышки. А тут был взрыв подрывника... В смысле... А, да, да, да. Два Мунвела взорвал. И там, возможно, отрицательный... Да не возможно, а точно. Точно отрицательный лимит. Я, правда, не вижу никакой лорницы. Боюсь, что... Как бы не сделал Лоулит... А, Панда, Панда. У Инфи еще вторым героем. Короче, Инфи отобьется здесь с очень высокой вероятностью. Судя по виспу, лорницы делаться не будут. То есть Т2 Лоулит сделал только для апгрейда, для катапульт. Весьма сомнительный ход. Да, это развал. Это просто развал. Футмены подрезают катапульты. У Варька очень-очень битая. Ножи великолепные. Пятый левел Варя. А вот это интересно. Там где пятый левел, там и шестой близко. Ну... Да, на самом деле, я особо не верю в успех мероприятия. Ну, хотя какая разница, что верю я или не верю. Мы уже видели в прошлый раз, как Лоулит может камбэчить и как инфи может фейлить местами. Уже видели в этой игре. У него может какая-то психологическая травма даже произойти, если бы каким-то чудом. И в этой игре после... Ё-моё. Варя очень битая, но сейчас середина ночи, это хорошая тема. Битые хантресы. Чувствуете, как не хватает ряд? Наполовину шестая Варя уже. Две лорницы нужно ставить. А, вот они, две лорницы. Сори. Ну, понятно. Две лорницы и сразу базу. Потому что, с одной стороны, ты делаешь лорницы, с другой стороны, ты понимаешь, что ты не продавишь противника уже. Все катапульты потеряны. Дряды, я слышал, вышки убивают не очень хорошо. Поэтому надо переходить в такой дефенс мод. Сейчас. А, тут хантерс холл, а не барак. О, он перебивал лечение. Сейчас просветка будет, надо перебить. Ладно, забей. Он хотел сюда блинг сделать и ножи сделать. Классно. Нычку он должен ставить, нычку, ребят. Без базы никуда. Проверяю сейчас базу имфи, пролетают там дирижаблем. Там грейд на Т3. Да, пошла нычка слева внизу, если видите. Хила нет. А как от этого отбиться? Там одна хантерс, одна дриада, одна катапульта. Ну нет катапульта. А, ну и одна варда. Что-то я забыл про нее. Совсем. Хороша. Подлак, сори. Неплохой сплит, но теряется этот тролль-священник. Отлично. Сейчас еще элементарий экспы принесут. Ой, он доживет до ульты, ребята. Он доживет до ульты. Можно еще попробовать сбить. Нет, 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 нет. А там арча сверху. Можно было и попробовать сбить. Падает дирижабль. Давай, ножи еще. Ну, еще разок. Ай, чуть-чуть. Все такое красное, а. Кстати, можно попробовать прибежать сюда и еще разок ворваться варденкой. Там же головокружение идет. И они замедлены на некоторое время. Успеет подлечиться, успеет. А, нет. Став. Минус рифл. Почти шестая. Вот, почти шестая. Как же больно. Сейчас начало дня. У эльфа, скорее всего, пустые мануэлы. Там полупустые. Ну, разница по уровню в героях сумасшедшая. Там 3.2 на 6. Ну, почти 4.2 на 6. Дриады пытаются оттянуть появление мортир с картечью на Т3. А лоулиту нужно выбрать время и поставить базу слева. Оооо. Вот это да. Инвол. Да, да, да. Врыв, конечно, такой. Аркадный. Хочется шестой левел, конечно, получить. Заметили экспант, коллеги? Ооо. Аааа. Там палыч. Шестой уровень у Варьки. Битые козы. Экспант, который непонятно, когда ставить. Застрявшие инфи у себя на мэне. Танки. Да, это бесит, конечно. Будут не мортиры с картечью. Мортиры с картечью делают, на самом деле, глупость полная. Я ляпнул, не подумав, потому что против шестой Варден с ультимейтом делать что-то, что имеет запас хп меньше там 400, это уже как бы не очень мудрое решение. Или не является спеллом ю, ну то есть неуязвимой к магии. Все остальное в 2-3 захода разуплотняется. Поэтому брейкеры и танки это то, что ну или вертолеты, например, в массе это то, что может Варден остановить. Ну а также молотки, но это другая тема, здесь не будет, как вы видите, Маутен Кинген. Но здесь будет панда. Танк проверяет. Дерево ходит уже быстро, то есть Лоулет ожидает, ну то есть он понял, что там будут танки по двум воркшопам. И первый танк уже проявился на мейне. очень сложная будет игра. Ну то есть либо очень быстрая, либо очень сложная. Быстрая в сторону инфи. И Лоуле тут очень серьезно нужно постараться, чтобы как-то здесь справиться. 44 лимита у него. 44. Там 70-80 скорее всего. Сейчас посмотрим, конечно же. Там лимит просто. 78, пожалуйста. Ну 7-8, я так и сказал. 78. Варя влетает, минус Дриада. Палыч лечит. Аватар Рофэнджинс начинает работать уже. В это время танки там слева, кажется, мощат экспант. Да, это бесит, конечно. Очень классно сейчас он. Два сверхбитых героя, панда умирает. Скритует панда по другой панде. Но ей винные пары не нужны, только дыхание. Поэтому пассивочку взял. И минус еще... Нет, ультимейт каким-то образом живет. Панду стафают, танки не дают собирать. И... Отступает инфи, кстати. Инфи отступает. Но самое главное, да, действительно, что дерево скорее всего не выстоит. А тут третья база. дерево минус. Ну, как делать? Как вот с этим бороться? Ну, конечно, когда 44 на 78, уже сложновато. Мейн закончился, там тоже мейн закончился. Если сейчас отменить базу снизу и перейти нычкой направо, продолжать при этом постоянно харасить потенциально третью базу, вторую реально добывающую у инфи, то можно выиграть. То есть, логика, смотрите, какая сейчас не два в один, а будет один в один по базам. То есть, мейны закончились, но эльф такая замечательная раса, что ты, как бы, ты дерево, ты перекапываешься, ты идешь на новую точку и все. Плюс закончившейся базы инфи еще в том, что... плюс для лоулита в том, что ему теперь не нужно распыляться на две точки, то есть, он может спокойно сосредоточиться на защите одной, что особенно важно, учитывая появившиеся танки у инфи. Но, чтобы инфи при этом не получил преимущество дальнейшего, лоулит должен постоянно харасить ему новые базы, то есть, ту базу, в частности, которая находится на шести часах. То есть, задача лоулита следующая. Перевести там бараки, сделать базу на натурале, организовать там защиту и сделать максимально усложнить жизнь рабочих на там нижней нычке. Вот здесь вот очень важно это сделать, очень, сверх важно. А, ну еще не умереть от атаки в лоб, тоже как бы это понятно. разница сейчас по лимиту не такая большая, потому что шестьдесят два против где-то, ну, пятидесяти, да, сорок девять. Это плюс там еще часть лимита в танках, которые сзади подходят. Ну, дряд, конечно, жалко. Красные они. Диспл, 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 винные пары. Великолепно. Сзади подходят деревья, танки, вот перенацелить, да, перенацеливает, отлично, Варя приходит. А свиток есть или нет свитка? Ай, Мейн вынужден выкопаться. Один танк минус, два жива. Не, не убьет он дерево в такой, в такой динамике. Ультимейт не работает, трупов много, этих Spirit of Vengeance нет. Эй, сейчас Куни, если подключится, то можно убить. Нет, нет, живи, не выживет. Это ГГ, вот это уже да. Подрезает, слушайте, двух, двух коней, остается паладин, которого скоро отпустят. инфи, правда, делает базу слева внизу еще. Офигеть. А знаете, главная причина, почему эльф не отбился? Потому что Spirit of Vengeance не использовал трупы. То есть, дряды, вот, вот сейчас уже, да, четыре трупа. она была слева, там бы столько дэмэджа добавилось, и столько новых юнитов, которые мешают. Ну, сейчас-то понятно, да. Это круто. 1-1. Я в шоке просто от игры. Какие-то они абсолютно невероятные. Видимо, из-за сумасшедшей мотивации каждый старается прыгнуть выше головы, и обычно ожидаешь от игроков одного, а они прям видно. У них, знаете, такая по игре видно, что очень большая разница между ошибками и ачивками, грубо говоря, да. То есть, обычно, когда ты играешь, или смотришь турниры онлайн, люди играют более ровно. То есть, нет таких резких перепадов между фейлами и сверхвеликолепным исполнением. А тут видно, что нервы, видно, что лан, и есть и то, и другое. И вот эта вот дельта, это огромная разница между тем, как невероятно вообще там отбивается, имея там двух двукратное отставание по лимиту или там двукратное отставание по золоту. Это, конечно, выглядит очень, очень, как бы это сказать, все слова забыл, все слова забыл, да, да. Очень необычно, но для лана, ланом это все объясняется. Давайте на сетку действительно посмотрим еще разок новые зрители. Смотрим второй полуфинал нижней части сетки, инфи лоулит, счет 1-1, решающая третья, победитель, ой, мы смотрим кори файнал, четверть финала, конечно же, победителя в полуфинал выйдет. В верхней части сетки полуфиналисты все известны, Юмика, Явс, Флай, Тиаш, сегодня будут эти матчи определяться, собственно, финалисты, и... о, кстати, а кто знает точное расписание, потому что, может быть, они именно имели ввиду финал, что завтра будет не гранд-финал, а именно финальные матчи, финал лузеров, финал винеров и гранд-финал, то есть это грамотно с точки зрения распределения матчей, ну, чтобы сегодня было не шесть, а завтра один, а чтобы сегодня было там четыре, завтра три. К сожалению, 120 против Варчифа я не смотрел, потому что... потому что он был в 5.30 утра по Москве, застал только конец второй и начало третьей игры. Завтра финал верхний и гранд-финал, понятно, ну, уже лучше. Кто-то говорит, завтра только гранд-финал. Уже вот не ясно. Счет 1-1, третья карта начинается. Go on and go home. Инфи versus Лор-Лайон. Интересно, на этой карте тоже Варденка будет или нет? Она тут тоже хороша местами. Крипится, конечно, сложнее значительно, но есть где похайдиться, полечиться, есть где поохотиться. Здравствуй, Бармалия, 1, 2, 3. Здравствуй, чатик. Доброе утро или добрый день, если вы живете не по московскому времени. Такие есть, таких много. Сегодня третий день WCA. сегодня значительная часть плей-оффа будет доиграно. Насколько значительная, я до сих пор пока не понял, какая именно. Сам голод саппорт собака гейм.ру личные сообщения проверить, почту проверить, все проверить. тут Архмак, тут Демон Хантер, понятно. Все, от Варденки мы отдыхаем в третьей игре. Дали ссылочку опять на Reddit, опять же. Только гранд-финал, вроде как. Завтра только гранд-финал, понятно. То есть сегодня запасайтесь печеньками, запасайтесь чаем, терпением. и готовьтесь к тому, что будет полдюжины серии до двух побед. Так, рядом ферму вижу, поставил рабочий. Выходит Димка, тут уже подготовленный гноу-надзиратель, его добивают, и девайс с когтью хорошо, хорошо, особенно против Архмака. тут тоже плюс шесть когтей. Там Висп задиспелился, насколько я услышал по... А, Дивинити потом еще говорит Беспа. Точно, Дивинити потом. Четыре часа приблизительно закончится трансляция по WCA, а потом будет Кауп с Дивинити, с Бесп. С Дивинити по Бесп. Кауп по Бесп с Дивинити. Вот так вот будет. Ферму, посмотрите, везде строят. Ну, тут хорошее живописное место. Слева лес, у реки домик. Тишина, уют. Правда, строят он там, кажется, на костях. Эмаляция, какой урон наносит. А зачем они сражаются вообще? Они на атаке? Ну, вот это как раз к слову об ошибках грубых, понимаете? Ну, хотя он там подконтролил, может быть, он типа специально так сделал. Ну, фиг знает. Сейчас еще диспл будет. Клоков шла, Шадовс, да. Просветка нужна. Но тут Огры еще будут некоторое время дубинами махать. Два красных... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хочет сейчас... Ай! Еще минус рабочий. Уже наполовину третья, Дима. Господи. Еще можно Берном добить Огром. Ну, надо, надо, хочется, ну... хп, и он должен ретри сейчас. Да. Жаба, конечно, душит, давит, но потерять Демон Хантера это было бы совсем опромечиво. он поставил два места, где эльф ставит свой экспей. Я в курсе, да? Да. Это верное замечание. Ну, и поставил на всякий случай и у себя тоже ферму. Нет, там поставил эльф что-то. Что поставил эльф слева? и выкопался уже. Аов? Похоже, что аов. Не, протектор там, скорее всего. Там, скорее всего, протектор перекапывается. Ну, на... Блин, опять я секрет вэли название карты забыл. Здесь очень часто же в экспе играют, поэтому подобные точки с протектором тоже надо проверять постоянно. А там, кажется, он выедает лес, этого нам не показывают, но там реально протектор готовит занять такую позицию, с которой выбить футменами будет нереально. То есть, туда просто не пробежать будет. Добежит туда два человека максимум. но и не заметили еще пока комментаторы. Это будет дичь. Сам Голд обнаружил ключ. Расскажи нам, где ты обнаружил ключ-то. А то как-то... Мы же волнуемся. Все, прикопал протектор. Ну, ребят, ну, внимательно, там уже и этот, и инфи заметил. Давай, давай, давай. блин, они до сих пор не били. Там уже бьют этот протектор два или три футмена. Не убили. Вон, протектор стреляет. Что такое? Откуда прилетело? Блин, какая новость, капец. Очень здорово на мейне две хантресы сейчас работают по рабам. прям очень хорошо. И вот любопытно, есть ли там еще грейт на Т2, уже пора его делать. Хотя, судя по всему, там два барака и хантресы просто парами выходят. и ставка делается именно на такой ол-инчик. Протекторы выбили. Нет, Т2 есть уже. Т2 есть. Nature's Blessing. Лорница делается. Хороший действительно мув на мейн. Телепортируется Демон Хантер, начинает гореть прямо в рабах. Рабочие в буквальном смысле сгорают на работе. Третий уровень это ужасное количество киллсов. Там просто путь. Путь в крови весь вот это вот в скелетах и т.п. Наверное, ну, наверное, рабочих и хантреск еще на чудесах уходит. Так, подождите, что нужно вообще? Что нужно? Т3? Не Т3? Экспанд? Не экспанд? Как лечиться? Что делать? Экспанды нет? Нет, экспанд справа что вот строится второе здание у эльфа? Это, скорее всего, хантрес холл какой-нибудь. Второй герой. Второй герой, скорее всего, панда. Потому что тут нет очевидной возможности дожать человека. А если ее нет, то вроде как и нагу не хочется брать. То есть, нужно что-то, да, более такое универсальное на случай, если игра будет длиться больше, чем 5-10 минут. То есть, уже на третьем левеле становится понятно, что как бы нага чаще всего... А, все-таки здесь база была, да. Ну, я видел эти два здания, но думал, что... думал, что первый этот типа барак, барак был ниже. Значит, один из них Hunter's Hall, одно здание было, а второе нычка. Завтыкал. Ну, ожидалась нычка, на самом деле, от эльфа, потому что, опять же, есть понимание того, что ты не можешь закончить. Ничего себе, да, реально футов огромное количество. Ну, хорошо, что панду взял. Панде все равно, какое количество футменов. У нее нет капа по количеству юнитов, в отличие от некоторых дредлордов. но эмаляция, дыхание, это круто. С бараком можно отбиться, главное, чтобы дриада там сильно не стреляла. Ой-ой-ой, кота жалко, став. Нету става. С такими героями действительно можно забивать на футменов. Эмаляция плюс дыхание, даже первое дыхание уже, эта связка проходит, уже почти половина хп, там футмена потеряли, ну не половину, ладно, треть. То есть уже нужно вроде как их отводить, регенить, потому что если не сделаешь, то скоро смерти начнутся, а зачем отдавать такое количество футов молодой панде, она же еще круче будет. Короче, о, неплохо сейчас разводит. Персоналочка нужна. Персоналочка же есть у, как, да, персоналка от панды. Ну и эксп, собственно, прикапывает сейчас лоулитом. На что интересно делает ставку инфи. Меня интересует в первую очередь тайминг атаки. у него Т2 крайне поздно и из-за того, что нычка была поставлена с проблемами и врыв был от... Классно заходит. Врыв был от Демон Хантера, помните, на мейн. Тогда еще не было грей... Ну, не делалось апгрейд на второй тир. Футмены в таком количестве даже не заморачиваются наличием элементали, начинают крепиться без его участия и без Архмага. Их много числом берут. В это время так, большой инвул и свиток. Ну да, свиток нужен. Соло-панда крепится на правом магазине. Ей выпадает что? Китаец прочитал название девайса. Хорошо. Панда почти третью. Подблочил совсем немножко у Архмага. И телепорт есть, и инвул есть. Даже если по каким-то причинам там... Ну, скорее он ТП бы потратил, потому что ТП можно купить, а инвул, который приблизительно в такие же деньги тебе обойдется. Кажется, он 400 стоит, если его в маркетплейсе покупать. Инфи будет пушить похоже так же, как на Эхуэллз. То есть построить много всякой фигни. Кастеров, Рифлов, Мортир... Но кажется, что второй герой у него будет... Какой второй герой? МК, наверное. Наверное, все-таки МК логичнее. Оооо, какое дыхание на четырех рабов, шикарно! Классно, классно. Ну, кажется, что... Так, подождите, подождите, сколько там бабла? Два косаря? У Инфи два косаря. И он юзает инвол, а не тп. Что, дальше пойдет, что ли? Как там с дыханием? Как там с пандой? Ну? Ну? Оооо! Свиток, хорошо, став, уходит. Панду охлаждают, Панда выпила большой бутылек. Ее могут окружить. Молоток! МК выходит, окружение. Надо, надо, персоналочку делать. Персоналочка еще успел бы, дуринда, блин! Тихо, тихо, тихо. Ну как, ну как, ну почему? Там баша нет, почему не персоналка? Ё-моё! Не на КД же была, персоналочка. В этой игре Ло Лайот не ожидал, что МК не думал о том, но он рекомендует панды, это так дорого. И, конечно, он имеет экспо. Да, появляются первые медведи, база на базу. Почему он не стелепортировался? Почему он персональный телепорт не сделал? У молотка там кулдаун сколько там, 8 секунд, что ли? 8, кажется. На язичах просто уходишь, на язичах. Я не понял, до сих пор. Может он забыл, что Панду передал, ой, в смысле, персоналку передал Панде? Оба крипят самую жирную точку на карте, красную. Выпадает Пайп. Хороший девайс, очень хороший. Ну тут тоже неплохой Тауреновский, Тауреновская аура. Армии, как таковой инфи, видите, нет. Он выходит из лимита, у него 67 лимита сейчас. Но где этот лимит? Он, может где-то стоит, может быть, в дозаказе. Если мы говорим о 4-5 производящих зданиях, то это как раз лимит 15 по 3. Можно попробовать третью базу поставить. Я не знаю, что он хочет. Он хочет прийти на эксп, застроить, или хочет позиционно сыграть. Чисто в теории не хочется затягивать, особенно с таким сумасшедшим миксом. Там уже панда третья, а если там пойдут размены, если, например, инфи захотел бы поставить базу третью, и там еще были размены, то панда... А, можно переучиться архмагом, кстати, сейчас. 84 лимита. 84 лимита. лимиты приблизительно одинаковые. 77 на 84. Медведей много, у медведей грейт один на атаку, МК не третий. Лимит инфи смотрится абсолютно не так, ну, не убедительным, не страшным. Отчасти потому, что там есть еще футмены в армии. А вот эльф очень, очень грозный. Сейчас он просто должен смести, на мой взгляд. Тут нельзя сражаться. Подходит еще подкрепление. Неплохо. Молоток. Дыхание очень хорошее. Виспы диспелят протекшн, диспелят ману героев и тут же инфи телепортируется. третью базу сверху надо эльф поставить прямо в эту же секунду. У него есть висп, он специально это сделал. Он должен сейчас реагировать на лимите 80. У него денег нет. Наверное, это его останавливает. So strong. А что там выпало любопытно? Ну, флейта, да. Вот сейчас у него есть деньги на эксп. Вот я хочу просто убедиться в том, что он да, берет и ставит. Но он повел куда-то наверх, может там у него не висп висит, а кто-то другой. Да, 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 это он как раз, там не висп висел, он просто виспа с мэйна взял и пойдет повесил его пока туда не ставит. Ну ладно, нет так нет. Есть еще возможность куда потратить деньги. Свитки. Архмаг пустой, два когтя, пятый левел. Сейчас туда, сейчас не совсем ясно, как инфи побеждать. Телепорт, свиток есть. На этой карте, благодаря двум магазинам, вроде как и дуэльны, маленькая, но нет такого, как Найхуайлз дефицита в свитках. Все, кто хотят, если есть деньги, конечно, смогут приобрести. Опять полис, полис. Молоток влетает. Ну, инфи должен сражаться, у него действительно нет, не должно быть мотивации затягивать игру. Панда сейчас ждет, когда... Нет, надо повесить. Куда вертолютики? Куда феррики полетели? О, ферри драгоны вместе повесились. Вот так вот не стоит делать, лучше по парам делать, потому что там их вдвоем даже хватает на... А сейчас просто может подкайтить немножко инфи? Вот Бонни сжаловался, что никак не законтрит. Чуть-чуть вниз отступил и уже попроще стало. Докастеров не достреливают. Пытается хитнранить сейчас инфи. Битые МК феррики подлетают дальше. Молотками откидывается Маутен Кинг, почти пятая панда. Моноберн по... Ой, как же тут феррики висят. Хорошо. Уже прям вот 85 лимита сейчас еще у инфи. У него реально очень серьезный лимит. Но... Но он продолжает и продолжает отступать. Пятая панда уже есть. Свиток еще не юзал. Ловлят. Сейчас винные пары дыхали в ту кучу. Это будет жесть. Смотрите. Просто... Ох, и там по кастерам ферри... Ой, умирают кастеры от ферриков. Лечат и калечат тут же. Да, это развал. Это развал. Жуть. Пытается с... А, телепорт, да? Окей. Калькулейтед. 14 там было в момент телепорта. Да, это было круто. Ну, это было тактическое отступление, потому что панда без маны, потому что Дима подходил там к концу, потому что торопиться в принципе некуда. Ну, а что торопиться? Вернулся, дома Мунвеллы, жена, борщ, все хорошо. Отдохнул, набрался сил и вперед в атаку. Скоро мейн, кстати, по ощущениям закончится. Уже совсем скоро. Почти шестой, дима, дима. Почти шестой, дима. Надо, да, надо брать какие-нибудь инвулы, свитки, чтобы просто дожить до этого момента. Размены в любом случае будут. Там, каких, как бы вы ни контролили, когда у противника там пятая панда и в рамках лимита 80 и вы играете за Хумана. То есть там люди умирают очень быстро. Там присты, сорочки, там где-то рифла могли подрезать. От одного дыхания половина ХП сносится. Там просто нереально отконтроливать всех этих мелких юнитов. Либо ты затариваешься свитками так, что после каждого абсолютного дыхания, например, восстанавливаешь все здоровье. Это очень важно действительно, что сейчас ни одного свитка у инфи нет. Он жмется на своем экспанде. Мейн только что закончился, кстати, у эльфа, по крайней мере, у Кумана еще не закончился, потому что, видимо, аукнулось то убийство рабов, когда Дима прилетал на Хантресу, на Хантресе. И вот я не совсем понимаю, зачем строить дерево, если если или он хочет и южную базу забрать, забрать. Ну, ок. Видимо, да. Так, тихо, 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 из НВ закидает молоток Маутен Кинг в Демон Хантера. Элементали еще бесплатные, там такое количество дриад. Элементаль подходит третьего левела, отдается панди к спа. Все. Да, аркмагу безусловно, я согласен к Clicker Heroes, что ему надо переучиваться. Особенно с таким количеством брекеров, это вот то, что как раз можно и нужно заливать. хотя медведи там 2-2 очень плотные. Молоток в панду начинается сражение. Химера пришли, летела, ё-моё, нас предали. Реально нет, есть один несчастный вертолетик, который может стрелять. МК там в самой гуще событий получает Моноберн у него непонятно что. Да, и ультимейт от Димы. Телепорт панда тоже шестая. Он скорее всего на экспанс телепортировался. А он же вылетает. Золото заканчивается. Там Демон Хантер с ультой, там панда с ультой. У нас маленький маленький Маутон Кинг третьего левела. Как вообще можно сравнивать 6-6 с 5-3? Тем более в рамках да... Ох, ультимейт хороший! Вы видели как он принял его? Как он принял молоток ультой на такой дистанции небольшой? давит. Просто давит. Ну, сейчас закончится ультимейт у Демон Хантера. Ну, инфи развел на 2 ульта, разменял ультимейт и на 2 телепорта. Но кому какое дело? Там экспант работает один, экспант сейчас заработает второй. Еще бы понять, где дерево, но оно на юг не пошло, насколько я вижу. где дерево-то? Вот где, да, вы сказали, дерево на юг пойдет. Где дерево? Нету дерева. Ахимера реально психологически тоже там проатаковала, то есть все вроде как обычно, вроде все как всегда, да? Good game. Это круто было. Так, я стопаю запись, заливаю, ставлю на заливку на ютуб, и для тех, кто в записи заканчивает просмотр, есть еще много матчей WCA, смотрите, чатику пламенный привет. в финальных матчах, это не так 簡単.